Друзья, привет! Я Красовский Сергей, подростковый психолог. И опять я хотел бы сказать несколько слов по поводу самооценки наших детей. Как мы с вами знаем, дети обучаются подражания. То есть, как мы себя ведем, так и дети будут себя, соответственно, вести. То есть, они очень четко считывают наше поведение. Соответственно, если в нашем воспитании есть определенный контекст, то этот контекст будет иметь прямое отношение к самооценке нашего ребенка. Сейчас поясню. Итак, контекст воспитания может быть «сделай хоть что-нибудь». Второй вариант «сделай, пожалуйста, нормально». И третий вариант «сделай так, чтобы все тебе завидовали и быть лучше всех». Вот три разных контекста. Или, допустим, вы говорите вашему подростку «а кто ты через 10-15 лет?» Ты где-то на кого-то работаешь, ты работаешь сам на себя, у тебя самозанятость, какой-то свой проект, который ты сам ведешь самостоятельно. Либо у тебя есть бизнес, и люди работают на тебя. Кто ты через 10-15 лет? Или там, где ты живешь через 10-15 лет? В общежитии, на съемной квартире, в собственной квартире, или в квартире своего парня или там своей девушки. Тоже вот разные варианты событий. Понимаете, это и есть контекст. То есть, в каком контексте мы общаемся с ребенком, именно так у него происходит и с самооценкой. Если мы хотите самооценку повысим, хотим повысить самооценку, тогда мы говорим «сделай так, чтобы это было круто». «Сделай так, чтобы это было восхитительно». «Сделай так, чтобы у всех лица перекатило от зависти». «Сделай прям классно». И тогда ребенок будет, соответственно, себя вести и, соответственно, к себе относиться. И, соответственно, у него будут достижения. Такие, какой контекст мы преподнесем нашему ребенку. Пожалуйста, подумайте, какой у вас контекст воспитания. Дорогие мои, до 1 сентября вы можете совершенно спокойно получить бесплатную консультацию. Это будет полноценная консультация, где вы получите все ответы на волнующие вас вопросы относительно развития и воспитания вашего ребенка от 9 лет. Пожалуйста, пишите, звоните. Буду рад оказаться для вас полезным. Пока!